Наследник британского престола, маленький принц Джордж Александр Луи, сегодня родился во кресте. Кристины этого малыша стали событием не менее ожидаемым, чем, собственно, его рождение. Подробнее Оксана Кундеренко из Лондона. Мы просто хотим его увидеть. Так говорят те, кто сегодня с раннего утра дежурит у Сейн Джеймского дворца в Лондоне. Принца Джорджа выводили в свет всего однажды, сразу после рождения, три месяца назад. И всем интересно, как же теперь выглядит самый знаменитый в мире ребенок. Я представляю его таким младенцем с золотыми волосами, такой толстенький большой мальчик. Гости съезжаются после обеда, это в основном семья и самые близкие друзья. Прибыла, безусловно, и прабабушка-королева. Без участия Елизаветы II сегодняшние Кристины вряд ли бы состоялись. Сколько бы ни кричала возбужденная толпа, максимум, что сегодня удастся увидеть простым смертным, это проезжающие мимо машины, ну и может быть где-то там, вдалеке, за воротами выходящих из машин людей. Кейт и Уильям постарались сделать церемонию максимально закрытой, семейной и скромной. Именно поэтому и выбрали маленькую церквушку вместо Букингемского дворца, где раньше крестили будущих монархов. А крестными стали семь человек из близкого окружения родителей. Имена не слишком громкие, разве что кузина Уильяма Зара Тиндал. В прошлом Кристиной всегда были помпезным событием, а сейчас это просто нормальный тихий семейный праздник. Который все же проходит согласно традициям. Малыша, например, одели в кружевной наряд, точную копию того, в котором крестили Уильяма. Это позволяет почувствовать цикличность истории. Сегодня она творится на наших глазах, мы делаем вклад в будущее. А в прошлом в этом дворце Кейт и Уильям обручились. Еще раньше в его церкви отпевали принцессу Диану, а после ее смерти Уильям и Гарри жили здесь с отцом. Сегодня же после исторических крестин четыре поколения монархов впервые сфотографировались вместе. Ждем опубликованных снимков завтра вечером. На них-то точно будет видно, как сейчас выглядит будущий король. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.